Славься, славься ты, Русская, славься ты, Русская, наша земля, забудет во веки веков всегда, любимая наша родная страна. Теперь я перехожу к ключевым понятиям, чтобы о чем-то говорить конкретно, не только общее. На тематических семинарах мы будем вникать в подробности каждой исторической эпохи, в биографии отдельных личностей. А сегодня уделим немножко внимания ключевым понятиям курса и главным теоретическим вопросам, без которых вообще не понятие то, о чем мы говорим. Ну какое первое ключевое понятие в названии? Это слово «мир» пишется через «и» с точкой. То есть мир не в смысле отсутствия войны, а в смысле развития пространства во времени структурированного космоса или Вселенной. Мир, дорогие мои, это не Невский проспект, это не линейка, это многомерное, сложное пространство. Он представляет собой даже совокупность различных по типу пространств. Мы можем назвать такие, как биосфера, это природа и порода, включая половые различия. География, или по-русски можно сказать «дольний мир», «дольнее». История, как глубина памяти, прошлое. Религия, то есть горний мир, горнее, и как система ценностей, иерархия ценностей. Наука и техника, которую можно обобщить под понятием «ноосфера», и сейчас интернет осваивает вот эту сферу. Коммуникации, это транспорт и связь, очень ныне актуальное киберпространство, которое просто обволакивает и запутывает нас, делает нас иногда даже рабами его. Это виртуальный мир, существуют теперь понятия такие, как виртуальная жизнь и даже виртуальный секс. Вот, все становится виртуальным и все больше ничего реального. И, наконец, не такая, не последняя по важности сфера финансов. Как вы понимаете, деньги решают, но далеко не все. Но не учитывать мы это тоже должны. Так вот, осознающая себя личность, то есть каждый из нас, находится на перекрестке пространств и миров. Самое сокровенное – это его внутренний мир, его личное «я», то, что мы называем душа. Она откликается на внешние вызовы действительности, познает и анализирует ее с помощью ума, радуется, страдает, стремится к небу или опускается вниз. Помните оду Гаврила Романовича Державина, имя которого носит наш институт? Я практикирую только пять строк из его «Оды Бог». Я – связь миров, повсюду сущих. Я – крайняя степень вещества. Я – средоточие живущих. Черта начальна божества. Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю. Я – царь, я – раб, Я – чернь, Я – бог. Вот что такое личность. Вот что такое перекресток миров. Вот что такое средоточие бытия. Вот что такое познание самого себя. Мир, выражаясь более прозаично, личный мир, это объективно и субъективно данная совокупность пространств, которые мы в состоянии проживать, используя все имеющиеся в нашем распоряжении органы чувств, в самом, что ни на есть плотском выражении. То есть и зрение, и слух, и осязание, и обоняние. И тогда мы понимаем вечную истинную вед о том, что «аз брахма есмь». То есть Бог пребывает во мне. Царство небесное внутри нас есть. И не только небесное. Вот об этом-то, собственно, речь. Я же говорю об иерархии миров. Вот это самое интересное, то, что каждый из нас так или иначе понимает. И вот этот личный мир, мой мир, каждого из вас, он постепенно расширяется от малого к большому. По иерархии. Ну, представьте себе рождение ребенка. Вот родился ребенок. До рождения он знает маму интуитивно. Потом он... Внешний, ближайший мир на расстоянии полметра-метр. Дальше семья, дальше разрастается личный мир. Род, народ, раса или семья народов, суперэтнос. И, наконец, человечество. И этим понятием соответствует привязанность к месту, а именно дом. Для ребенка это чрево матери. Дом, малая родина, затем это может быть деревня, село, город. Род, страна, далее географический регион и, наконец, планета Земля. Вот эта иерархия, она элементарная и банальная, но когда мы перескакиваем, когда мы нарушаем ее, происходит дисгармония. А что такое русский мир? Русский, это же прилагательное. Русский, это то, что принадлежит или относится к Руси или России. Русь, это более древное понятие, чем, например, Россия. Россия более молодая, но ему не 20, не 200 тысяч лет. Этноним Русь был известен уже в первые велика, христианской эры. А Россия, как континентальная империя, как Великая империя, складывается, начиная с эпохи Петра Великого. Русский мир, это не государство. Это не Россия. Это вообще не страна и не континент. А это целая вселенная, где живем мы. В любом справочнике или в интернете вы можете подчеркнуть статистические данные России. Я процитирую, чтобы вы поняли банальность вот этих статических данных, которые надо знать, но они не составляют наше суть бытия. Вы узнаете, что площадь России составляет 17 миллионов 98 тысяч 246 километров. Население 143, якобы, спорно очень, миллионы человек. Более 100 этносов, основу, которую мы знаем, составляет русский народ. И они формируют Российскую Федерацию, состоящую из 83 субъектов. Мы проживаем в стране с государственным строем, федеративная республика президентского типа. Эти элементарные факты образно обобщены в государственном гимне, который вы все хорошо знаете. От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, Хранимая Богом родная земля. Музыку узнаете? Да. А слова дальше. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. То есть то, что выражено в Конституции, оно кратко выражено в гимне. Раньше, когда летописцы писали слово о Руси, о светло-светлая, красноукрашенная, земля русская, и многими красотами, ты удивлена, и си, и озерами глубокими, чащими, там, густыми, и так далее, и так далее. Это было описание Руси той эпохи. А как нам описать вот этот мир бесконечный, о котором я буду говорить? Нет такого гимна. Нет такого гимна. Невозможно всю сложность битья, тем или развивающуюся, передать в таких словах. Но какие-то основы должны быть. Вот они и есть. Бескрайняя, одна такая. Мы гордимся тобой. Я перехожу к изложению структуры нашего русского мира. Если мы рассмотрим русский мир с точки зрения теории многомерности, то увидим, что он состоит также из нескольких пространств. Ну, первое пространство, мы говорили, физическое или географическое. Как мы только что заметили, оно представляется у совокупности территорий, объединенных названием Россия или Российская Федерация. Они имеют свои измерения тоже, длину, ширину, высоту, и достигнув некоторого предела, могут рассматриваться уже как государственные или административные границы. Вот у нас произошло с развалом СССР. Это разделили и потом стали называть это государственными республиками. Но территория России никогда не была постоянной величиной. Я подчеркиваю, никогда. Славяноваряжская Русь не киевская, я сказал, а славяноваряжская Русь. То есть и новгородская, и черная, и белая. Это одно. А московское царство, всея Руси, это другое, другое государство. Российская империя со столицей в Санкт-Петербурге, это не московское царство. Это совершенно другое. Хотя, конечно, есть преемственность. А многонациональный союз советских, социалистических республик, это преемник Российской империи? Ничего подобного. Вся идеология СССР первых 20 лет есть прямое отрицание Старого Мира. Да, сканально. Об этом будет подробно. А тем не менее, территория общая. Развальная, конечно, на куски, но тем не менее. Ну а скажите, нынешняя расколотая Россия, обороняющаяся уже вокруг Москвы от цветных революций, это то же самое, что СССР? Нет. А может быть, это Варяжская Русь? А может быть, это Российская империя? Нет. Я когда, вот здесь вот, у меня спонсоры, тут есть проекты, я тут спонсоров выделил. Видите? Рюрики, значит, Романовы, значит, Советская, значит, власть, и Герб Нынешней Российской империи. Это разные типы цивилизаций. Вот. И ни одна не повторяет. Можно говорить о количестве, но надо понять, что всегда она разная. И иногда люди говорят, а какой у тебя вот золотой век, что ты больше любишь? И начинается предпочтение. А другое, что отрицаем, выбрасываем. Далее мы видим, как географическое пространство разворачивается и меняется во времени, каждую секунду превращаясь в пространство прошлого. Не успел я открыть семинар, а уже его сняли, сфотографировали, и уже завтра в интернете, на фейсбуке все это будет выставлено, и мы скажем, что вчера Павел Владимирович открыл свой годный курс. И больше никто никогда не сможет его, кроме вас, посетить. С чем я нас и поздравляю. И так все. Постоянно уходит в прошлое, а иногда невозвратное очень много. Мы теряем многие возможности, и я их потерял, к сожалению. Поэтому прошлое это постоянно ображуясь реальность. История русского мира, тем не менее, оказывается не бессвязна чередой фактов и нелинейным процессом. Она, конечно, не сводится к таблице правления царей, президентов или хронологии вой. Прошлое существует не только как былое, то есть то, что было когда-то, но как, но так же, как и память о былом. Помните, общество память? Память о былом. И как часть настоящего. оно пронизывает тело нации, я подчеркиваю, тело нации, подобно нервным клеткам человеческого организма. В этом смысле мир напоминает чем-то матрешку. Вы помните, раньше матрешки были в основном с женщинами, а потом пошли президенты, помните? Так вот, откроешь одну оболочку, а внутри еще одна, откроешь, а там другая, и дальше до самого первого начала. Важно заметить, что вхождение различных пластов элементов прошлого в настоящее происходит неравномерное. Здесь нет никаких четких пропорций. Диалектический принцип отрицания-отрицания действует не механически. В одну эпоху, например, прежние пласты входят ближе, а другие на дальнюю периферию. Ну, например, язычество в эпоху Московского царства было оттеснено. В эпоху Киевского всегда было двоеверие, а тут сильно оттеснено. Но уже в начале 19-го, в 20-м веке снова вот это народное искусство возвращается в виде романтизма, затем в виде новых таких языческих школ и учений, в эстетике в том числе. Некий ренессанс. Таким образом, глубина памяти не может измеряться лишь годами, днями или часами. Здесь действуют иные законы, отличные от физического мира. Кроме того, для новых поколений здесь присутствуют молодые люди, прошлое всегда иное. Всегда. И национальная история для нас становится всегда полна открытий, подобно неизведанному миру. Я не перестаю удивляться. Не перестаю. Каждый год, каждый месяц, каждый день я открываю что-то новое. Я не перестаю удивляться. Наименее подвержен изменениям мир горний. Условно третье пространство, та духовная твердыня, которую наши давние предки называли небом, правью, ритой, законом, а церковь именуют небесным древом, столпом истины, телом Христовым. Не углубляясь сегодня в православное учение о небесной иерархии, я замечу, что божественный мир, как духовное пространство, имеет вертикальную структуру. Это абсолютный полюс, откуда проистекает вселенная, где расположен мистический рай, он находится на самом верху, так сказать, на севере, за пределами видимой реальности находится не апопатически понимаемый Бог, то есть который раскрывает себя, но не в полной мере. А противоположный поиск бытия находится внизу, то, что называется ад, на юге умозримого мира. если говорить о церкви, то она подобна мировому древу, древу, арбормундии, языческому роду, эросу божественному, или в индуизме называется шива лингам. Этот, это древо образует трансцендентную ось, соединяющую небо и землю через таинство при святой троице. То есть дали иерархию ангельских сил, святых, священников и дали к нам, земным, грешным братьям. Здесь действует принцип соборности, то есть вертикально иерархического, свободного и дифференцированного единства в Боге. Ну, можно было бы дальше анализировать русский мир согласно пространствам, но в наше время и ваше внимание силы ограничены. Ну, я назову, например, очень известное, популярное, модное, ныне, гендерное пространство, когда уже теперь их не два, мужской и женской, но еще и третий пол появился. Унисекс. Сословия, на незабытое слово, которое было заменено на классы, классы это всего лишь категория, социальные группы, это административные миры, в России, я имею в виду, у нас, это экономные республики, округа и регионы, с ними очень непросто федеральным органам власти приходится. Это общественные партии, я тут прочитал список из зарядившихся партий и вспомнил про Задорного. Думаю, если Задорного дать, это была бы очень интересная тема. 200 с лишним партий, все политические, все религиозные, включая партию любителей, пиво, отдохнуть, но я не знаю, как вообще можно строить общество, я всегда с юных лет понимал, что парс это значит часть, поэтому у нас один один бог в многообразии, конечно же, одна страна, одна армия, один народ, ну и президент, потому что если нет иерархии, то хаос, вот, то хаос. Это, конечно, экономические пространства в разных формах и доктринах, это финансовые, транспортные, о чем мы уже говорили, и далее до личных миров или, можно сказать, мирков, потому что, как сейчас говорят, вы займете свою нишу, а мы вот с женой решили по-другому, мы должны не нишу заняться, а свою высоту, вот мы будем, не будем ниши занимать, мы будем идти от победы к победе, занимать каждый раз более высокую и значимую высоту, и тем не менее, есть вот эти мани, миры, называют субкультуры, ну, например, рок-культура существует, геи-культура теперь существует, и у нас 150 народов в Москве живет, у каждого своя субкультура, поэтому вот тут надо и подумать, надо ли дробиться бы на вот эти субкультуры, или может быть все-таки вспомнить о том, что мы один народ, вот об этом я еще сейчас буду говорить. эти миры и мирки пересекаются, сталкиваются, скрещиваются, взаимно дополняют или отрицают друг друга, часто они существуют параллельно, или наоборот, совершенно независимо друг от друга, и вот многие люди просто не понимают друг друга, мы не понимаем друг друга, у нас разные языки и понятия, одни говорят по закону, а другие говорят по понятиям, и живут как хотят, да, и имели в виду, да, и имели в виду некоторых, да, именно так. Тем не менее, русский мир это не полный хаос, это не сугубый произвол, это не сумма случайных фактов, он, русский мир, имеет фундаментальные связи, внутренние закономерности и вектор развития. Вот об этом я сейчас и буду говорить.